На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Профессиональный праздник отметили сотрудники многофункционального центра «Мои документы». Мы вас поздравляем, чтобы у вас дома все хорошо было, уютно, спокойствие. Когда откроется выезд из микрорайона Купеленка на трассу М4 Дон. Проблем нет. Выполняем разработку необходимых разрешительных документов. В историко-культурном центре открылась художественная выставка, посвященная Дню города Видное и Ленинского городского округа. Очень здорово брать кисти в руки. Вы тоже попробуйте сами. Как только начинаете смешивать краски, оно все само собой приходит. Сотрудники МФЦ отметили свой профессиональный праздник. В преддверии торжества лучших специалистов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы Ленинского городского округа. Подробности в репортаже Галины Житковой. На территории Ленинского городского округа работают центральный и несколько дополнительных офисов «Мои документы». За прошедший год жителям муниципалитета было оказано более 500 тысяч услуг. При этом всего 220 специалистов несут ответственность за качественное выполнение запросов. Колоссальный объем работы, который с каждым годом, я так понимаю, увеличивается. Люди ценят вашу работу. И, конечно, мы будем все делать, чтобы поддерживать и статус работника. За добросовестный труд и высокий профессионализм глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов наградил почетными грамотами и благодарностями самых лучших специалистов. Мы вас поздравляем, чтобы у вас дома все хорошо было, уют, спокойствие. Ну и чтобы, конечно, нагрузка снижалась. Это наша задача, но, тем не менее, чтобы нагрузка снижалась, чтобы как можно больше времени на дом, на родных, на близких. Слова благодарности за эффективную работу и плодотворное сотрудничество прозвучали и от Совета депутатов Ленинского городского округа. Благодарности получили руководители, ведущие специалисты, консультанты офисов «Мои документы». Мы будем взаимодействовать, с нашей стороны будет всяческая помощь вашему руководству, но, естественно, и вам, в части того, чтобы мы только улучшались и наше население получало качественные услуги. Муниципалитеты активно развиваются. Рассматриваются вопросы по дальнейшему расширению штата и увеличению центров предоставления государственных и муниципальных услуг. А вот памятное фото с главой будет точно украшать центральный офис на улице Школьной. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Табличка «Скоро здесь будет дорога» у съезда на трассу М4 Дон стоит около трех месяцев. Все это время продолжаются строительные работы. Основная часть дороги выезда из Купеленьки доступна жителям уже восемь месяцев. Однако больше всего в новых микрорайонах ждут открытия съезда на М4 Дон. На сегодняшний день здесь уже уложен первый слой асфальта. Разгонная полоса практически упирается в федеральную дорогу. Сейчас вопрос лишь в согласовании проекта. Мы с коллегами из ГК «Автодора», с федеральным дорожным агентством в полном контакте находимся. Понимаем все значимость и необходимость открытия этого выезда. Поэтому проблем нет. Выполняем разработку необходимых разрешительных документов. То есть это процедурный момент. Я очень надеюсь, что в течение двух, максимум трех недель он у нас будет закрыт. И как раз параллельно ребята у нас, я имею в виду подрядчики, закончат финишные слои и будем открывать дорогу. Все работы на съезде находятся под пристальным вниманием администрации округа. Произошедшие на съезде изменения оценили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. На сегодняшний день, как отчитался представитель организации подрядчика, осталось уложить еще 120 метров дороги. В поселке совхоза имени Ленина открылась новая спортивная площадка. По просьбам местных жителей ее возвели на месте старой, которая пришла в негодность. Опробовать новый объект пришли воспитанники центра спорта поселка. Веселый клоун демонстрирует всем собравшимся неплохую физическую подготовку. Центр культуры поселка совхоза имени Ленина по случаю открытия спортивной площадки организовал для жителей увлекательное цирковое представление и аквагрим. Работа, сами видели, была долгая, скрупулезная. Начинались, я уже повторюсь, обсуждения проектов, собирали пожелания. И должны были учесть в первую очередь само функциональное назначение. И мы ее расширили, добавили к существующей площадке тренажеры. Долгое время площадка была в непригодном состоянии и требовала капитального ремонта. Депутат Мария Гаевская вспоминает, как впервые увидела ее. Еще два года назад, когда я только начинала свой депутатский путь, это первое место, куда меня привели жители поселка совхоза имени Ленина. Потому что площадка была в диком аварийном состоянии. Резиновое покрытие было убито, были сломаны прутья. В спортивных снарядах даже и мечтать было некуда тогда. Поэтому то, что мы видим, это потрясающая, отличная работа, взаимодействие с жителями, с властью. Теперь жители могут играть в баскетбол, волейбол, футбол и заниматься на тренажерах. Первыми опробовали площадку воспитанники местного центра спорта. Играть нормально, удобно, как на поле. Дети должны знать технику безопасности. В общем-то, ну и в принципе площадка пригодна для занятий спортом. Тут удобно обыгрывать об стенку иногда. Впрочем, и депутаты, как выясняется, тоже не прочь размяться. Сейчас футболисты закончат, потому что футбол такой достаточно энергозатратный вид спорта. И начнется баскетбол. А вот в баскетболе, наверное, есть шанс, что я поучаствую. То, что в совхозе не происходило достаточно недлительный промежуток времени, а именно реконструкция старых объектов, она совершилась. И здесь, наверное, прежде всего стоит сказать огромное спасибо администрации, которая откликнулась. И свой шанс депутаты не упустили и попробовали свои силы в баскетболе. А руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков отметил, что работы по благоустройству в поселке продолжатся. Релевые площадки, да, здесь важны. Ну, сами видите, пятиэтажки, балконов нету, да. Вот. Сушить вещи надо. Да, они будут выполнены в этом году. Также посмотрели где-то спуски для мобильных групп надо поправить. Тоже в этом году выполним. И уже ходим, а также с бюрсервисом смотрим то, что мы будем планировать на следующий год в программу благоустройства. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Месайловской школе номер один сотрудники ГИБДД провели урок безопасности для учащихся первых классов. В ходе занятий инспекторы напомнили юным пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения. Подробнее в репортаже Натальи Буслаевой. У сотрудников ГИБДД первый месяц учебного года всегда непростой. За время летних каникул школьники расслабляются и забывают, как правильно вести себя на дороге. Поэтому традиционно в начале сентября инспекторы проводят в образовательных учреждениях округа уроки, на которых напоминают ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части. Для того, чтобы у детей после каникулярного отдыха восстановился режим поведения на дороге, безопасное поведение на дороге, чтобы они вспомнили знания, которые им давали в детских садах до окончания учебного года. Ну, в общем, чтобы они безопасно передвигались по улицам. В Месайловской школе урок по изучению правил дорожного движения для первоклассников провели в форме интерактивной игры. Пешеходный переход, ребят. Вот этот знак у нас устанавливается непосредственно в той зоне, где мы с вами переходим дорогу. Подобное мероприятие в учебном заведении проходит впервые. Школа у нас новая. Открылись мы в апреле. Ну и, соответственно, решили сейчас, в начале учебного года, провести такое мероприятие для детей, чтобы напомнить им о правилах дорожного движения и напомнить о безопасности на дорогах и вообще более внимательного отношения друг к другу и поведению в частности. На занятии школьники узнали о правилах безопасного перехода улицы и сигналах светофора. В ходе урока поговорили и об опасностях, которые могут подстерегать юных участников дорожного движения вблизи проезжей части. Правило – нельзя переходить на красный свет дорогу. И еще надо переходить строго на зебре. Мне очень понравилось, когда нам рассказывали про дорожные знаки, и мне понравилось фоткаться с зебрятами. На мероприятии также прошло торжественное посвящение в юные пешеходы. Ребятам вручили удостоверения и свето-возвращающие элементы. Первоклассник Артемий на отлично знает, для чего они необходимы. Для того, чтобы тебя заметили водители, и чтобы тебя не сбили ночью, когда ты идешь по дороге. Подобные мероприятия в Месайловской школе планируют проводить на постоянной основе для всех классов образовательного учреждения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно в третью субботу сентября в нашей стране отмечается День хирурга. В этом году он выпадает на 18 сентября. О такой нелегкой, но очень важной профессии в преддверии праздника мы поговорили с заслуженным врачом России, хирургом Василием Осокиным. За 37 лет врачебной практике он спас жизни десяткам тысяч пациентов, сделал более 14 тысяч операций. Василий Витальевич Осокин долгое время работал в Московском областном центре лазерной хирургии, основанной на базе ВРКБ. Это был второй центр в Советском Союзе, открытый в обычной больнице. Мы в свое время были родоначальниками в лазерной хирургии. У нас очень большой парк лазерной аппаратуры был, именно высокоэнергетических лазеров, которые мы применяем в хирургии. И также был большой парк низкоинтенсивных лазерных аппаратов. Уже 20 лет Василий Витальевич руководит третьим хирургическим отделением. За это время здесь сформировалась настоящая команда профессионалов. А год назад был завершен капитальный ремонт здания и обновлено оборудование. За последние 12 месяцев видновскими хирургами было выполнено более тысячи плановых операций. Мы сейчас осваиваем и разрабатываем операции, которые эндоскопически выполняют грыжесечения. Доктор признается, работа не из легких в день бывает от двух до десяти операций. Самые трудоемкие и сложные могут длиться по 4-5 часов. Но если бы можно было повернуть время спять, говорит Василий Витальевич, он снова выбрал бы хирургию. Нужно, во-первых, быть физически подготовленным хорошо. Нужно быть несомневающимся, принимать решения. Именно правильные, сиюминутные порой нужно принимать решения. С началом пандемии Василий Осокин в условиях нехватки медперсонала одним из первых взялся за лечение больных коронавирусом в инфекционных отделениях стационара ВРКБ. Затем в сентябре прошлого года организовал работу по оказанию плановой хирургической помощи в стенах третьего хирургического отделения жителям всего Подмосковья. Неудивительно, что в День города хирург из рук главы муниципалитета Дмитрия Аваренова получил особую награду за личный вклад в развитие Ленинского округа. Благодарен ему главе, что он ценил мой скромный труд и ценил. И в День города, именно в такой знаменательный день, даже в день открытия нашей новой поликлиники, вручил этот знак. Ежегодно в третью субботу сентября в нашей стране отмечается День хирурга. В этом году он выпадает на 18 число. Многие из медиков встретят его на своем боевом посту в операционной. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В историко-культурном центре открылась художественная выставка, посвященная Дню города Видно и Ленинского городского округа. Экспозиция «Мир глазами земляков» в этом году собрала рекордное количество работ. Это своеобразный смотр творческих достижений жителей муниципалитета. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. С подробностями Юлия Погосян. Раз в два года в преддверии Дня города в историко-культурном центре открывается новая выставка «Мир глазами земляков». В 2020-м из-за эпидемиологических ограничений ее не было. Поэтому в этот раз экспозиция получилась такая разнообразная и богатая. Сейчас, пройдя по выставке, настолько много получило положительных эмоций. Поэтому хочу сказать спасибо вам огромное. Огромное-огромное спасибо всем участникам выставки. Кажется, художники просто соскучились по подобным мероприятиям. Накопили большое количество новых работ. Сегодня на выставке можно увидеть порядка 350 художественных произведений. Более 100 авторов. Буйство красок, разнообразие тем. Мне, как руководителю фотокружка инициативы, конечно, нравятся наши фотографии. Нашего кружка вот они представлены. Выставка потрясает тем, что здесь великое многообразие творчества детей, подростков. Она очень красивая. Мы очень рады, что мы снова попали на выставку, что она открылась. И эта красота доступна всем нашим жителям города. Удобная навигация по залам историко-культурного центра позволяет окунуться в атмосферу определенной тематики. Портреты, цветы, город и его улицы, леса, дома, русская православная церковь. И художники, и прикладники, и учителя, и ученики. Совершенно разнообразная, потрясающая выставка. Каждый найдет здесь что-то для себя. Неважно, любишь ли ты картины, любишь ли ты резать из дерева. Каждый здесь найдет что-то для себя интересное. В этом году здесь много новых авторов. Молодые таланты не стесняются выставлять свои работы на суд зрителей. Юлия Репина картины пишет всего три года. Видновскую арт-студию «Небо» попала случайно, но уже после первого занятия поняла, что нашла свое призвание. Начались регулярные занятия у Ирины Радюк в ее студии. Там собралась большая такая команда художников самодеятельных. И вот это вот, это мы готовили с Ириной к выставке в 2020 году, если бы не начался карантин. И как-то вот оно все само собой получилось. Очень здорово брать кисти в руки. Вы тоже попробуйте сами. Как только начинаете смешивать краски, оно все само собой приходит. Хочется поблагодарить историко-культурный центр за возможность выставить свои работы. И работы наших друзей, учеников и студентов наших арт-студий. Многие работы выставки посвящены Ленинскому городскому округу. Атмосферу города-сада передала художница Анна Мезина. Вот эти вообще были написаны специально под эту выставку, которые именно пейзажи нашего края. Отдельного внимания заслуживает стена, где представлены работы в технике панно. Художественные изображения из лоскутков ткани. Ознакомиться с экспозицией «Мир глазами земляков» можно до 24 октября. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова